Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня последний день Хануки, восьмой день, зод Ханука, мы зажгли восемь свечей, и вот пока они горят, мы разберем кусочек, оставшийся не разобранным из прошлых циклов, из недельного раздела Микец, который мы слушали вчера. Обычно на него и попадает Ханукальная суббота. К сожалению, я опять без голоса, но дело святое, да к тому же тут у нас всего 17 фраз, так что мы пройдем их и, наверное, все. Так что сегодня занятие будет укороченное, предупреждаю вас заранее. Ну, будем надеяться, что все будет нормально. Итак, всех приветствую, значит, книга Бришит, недельный раздел Микец, параграф Мемдалет, то есть 44, и в нашу недельную главу уходит 17 первых фраз этого параграфа. Меня слышно? Текст всем видно? Прекрасно. Начинаем. Вот сейчас мы увидим. И приказал, кто приказал, имеется в виду Йосеф, да, это продолжение темы. Тому, кто над домом его, говоря, наполни мешки людей едою, каашер юхлун, юхлун, это значит смогут. Насколько они смогут, саэт, это значит поднять. То есть еды, комментарий говорит, не столько, сколько следует дать за эту цену, но столько, сколько смогут они унести. И положить деньги каждого человека в его мешок. Ну, надо полагать, возможно, суммы были разными. Так? То есть столько денег, сколько он заплатил, столько ему и будет возвращено. Спасибо. Теперь Анну читает. А текст должен быть виден? У меня ничего не видно. Видно? Нам видно. Марина, Марина видно? Видно, у меня видно. Не видно. Кому не видно текста? Скажите еще, я тогда книжку возьму. Скажите, где мы читаем. Это 44 глава этого бережа. Спасибо. 44, да. Либо в нашей группе в Телеграме откройте файл. Так? Так? Я хотел еще обратить внимание, вот это слово юхлун, да. Во-первых, лишний нун, да, то есть, в принципе, и без него можно. Ну, вот, это такая архаичная такая форма. И, во-вторых, ехоль, ехоль, не путайтесь охель. То есть, не сколько скушают, а сколько смогут, и следующее слово, сет, нести. Так, Анна, прошу вас, Бет. Так. Так, и кубок мой, кубок серебряный, положи в, как бы, в устье. Устав, устье, да. Устье, сумки младшего, младшего, имею в виду, младшего брата. Да. И деньги, серебро. Ну, шевро, это, видимо, за продукты. Шевро, да. Продовольствие. Значит, значение слова лишбор, оно нам попадалось. Это не только сломать, но и купить, либо продать продовольствие. Машбир, это сеть универмагов в Израиле, да, это буквально от этого корня, потому что, очевидно, изначально продавали там продовольствие, только потом промтовары, да. Так, значит, верни им деньги обратно за продукты. И сделал по слову Юсефа, как он сказал, ну, имеется в виду тот человек, который ему приказал, так он и сделал. Да, совершенно верно, правильно, спасибо. А Анна, кто у нас гиммел? Так, Людмила у нас сейчас должна быть. Людмила, давайте. Тимофей нету. Так, сейчас. Третий, третий, этот самый стих. Гиммел, посолку Гиммел, да, третий, третья фраза. Гиммел, да. Совершенно верно, да. Бокер, знаете, да. Я думаю, что ор здесь в значении глагола засветило утро, или... Да. Ор, это может быть и существительность света, да. Люди посланные. Были посланы, да. А, были посланы туда, да? Нет, гемма, это как гемма. Они и их ослы, то есть их поклажа. Спасибо, Людмила, верно. Верно. Так. Ну, вот слово шалах... Прекрасно. Слово шалах мы переводим как посылать, но чуть позже в шмот шалах это ми мы переводим как отпусти народ. То есть люди были буквально отпущены, да. Ну, можно и послать. Спасибо. Так, Далит. У нас Шуша есть, не знаю, будет она читать. Мы рады, Шуша, вы с нами? Да, да, так, значит, потихонечку. Мы рады, что это я, это я, это я, это я, это я, это я. Рыдов. Рыдов. Ахарей Анашим В. Хижгатам. Хисагтам. Хисагтам В. Амарта Алейгем Лама Шиламтем Ра Тахат Тоба. Замечательно. Довольно сложная фраза, да? Я готов вам помочь. Они вышли и отсюда, и с городом. Так, но не Ирхику. Это не знаю. Рахок. Кто такой Рахок? Далеко. Они удалились далеко, да. Не удалились, Иосиф сказал так. Так, Шер. Ле Ашер. Тому, который над домом его. То есть домоправитель. Кум это савань? Да. Кум, куми так. Лердов. Лердов это преследовать. А Харей как бы преследовать этих людей. Ну, преследовать за как бы им. Так, вот это что Хиш. Ле Га Сиг. Ги Сиг. Это достать. Догнать. Догонять и сказал так. И скажешь им, да. Так, почему шаламтам? Ле Шаламтам, да. Платить. Платили так. Ра, тахат, плохо. Ра, злом. Платили плохим, да, злом. А вот здесь тахат означает за вместо. Вместо добра. Ну, за. За добро. За добро, да. А почему платите вы злом за добро? Все верно. Спасибо, Шуша. Все правильно. Так. Марина у нас вводит. Марина. Итак, ей, пожалуйста. А можно спросить, почему тут ЭТ применяется? Хороший вопрос, да. М-Я-Цу ЭТ-Ха-Ир. Я даже не знаю, как точно перевести. Мы бы, конечно, говорим Мин-Ха-Ир. Может быть, имеется в виду, что они пересекли границу, границу города. Город, собственно, это место, огороженное городской стеной. Ну, это мои догадки не более. Нет, точно не могу сказать. Но смысл, в общем-то, очевиден, да? Ну да, просто интересно, да, вот тут вот применяется. Да, я тоже обратил внимание, но вот не видел комментариев, да. Так, слушаем. Да. 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 И на хэш, что гадает? На хэш, а это гадает, да. Гадает. На хэш. И буквально гадает, гадает, да? И гадать будет гадать в нем. То есть на нем, на окупке этом, да? Да. Как бы зло вы сделали, да? Да, очевидно, да. То есть вы сделали зло тем, что вы сделали. Ну, как-то вот так. Да, все правильно, спасибо, Марина, все правильно. Так, наверное, вам снова я, да? Да. Круг замкнулся, да? И достал их, то есть догнал их, схватил их, настиг, о, хорошее слово. И говорил им слова эти. Вот, собственно, и все. Так, прошу вас, Заян, Анна. Так. Так, Заян. Абаюмру элаф лама и дабер адуни кадварим аэлы халила ла абадеха ма мэасот кадавар азе. И сказали ему, почему, говорит господин мой, ну, такие слова, видимо, слова, как эти. Ну, неблагородно, а халила, ну, это плохое. Ну, да, халила, ну, не получается здесь неблагопристойно, недостойно рабам твоим делать такое, сделать такое дело. То есть, ну, зачем, зачем же нас обвиняешь, разве могли бы мы, разве мы сделать такое дело? Совершенно верно, спасибо, Анна. Обратите внимание вот на эту форму мэасот. Вот как бывает лаасот, это чтобы делать так. Мэасот, это чем делать это? Буквально так. И, Анна, спасибо. Интересно, что вот халила здесь, а я думала, это какое-то современное выражение. Нет, нет, это довольно-таки... Халила, это как хилуляшем, как осквернение будничное. Халила, будничное, в других главах, где будет говориться о всяких законах, там будет часто говориться об осквернении там чего-то. Просто, по-моему, всегда говорили на уроках, хас и халила, это что-то из арабского, что-то такое. Нет, нет, это корень. Нет, это арабское. А хас тоже получается? Хас не знаем, мы не знаем. Ну, словарь дает халила вместе с хасом. Спасибо. Хас ваше лом иногда еще бывает. Ну, смысл такой же, да, 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 понятно. Да, да, хэт это... Людмина? Хэт или сейчас у нас с Людмила, да, будет. Давайте Людмила. Хэн кэсэф ашэр мацану бэфі Гэд это обозначение вот ведь. Вот серебро, которое... Мы нашли. А мы нашли бэфі. Ну, буквально в отверстии, в устах, да, и вот это вот длинное слово. Ваших мешков? Да, наших мешков, да. И что же с ним, с этим серебром? Э-чим-вот-ну. То есть мы вернули его. Тебе? Да. Из страны Кнаан и нет ни гнов. И как же ни гнов украдем мы, да? А, украдем из дома... В будущее время. ...твоего господина серебро или золото. Да, да, верно, совершенно верно. Ну, что они в тот раз же тоже, Юсеф велел положить все, что они платили, он нам обратно положил. Вот они сказали, мы же все вернули, что ты нам положил, так что зачем бы нам что-то красить у тебя? Да, да, да. Верно. Мы могли воспользоваться этим и не вернуть эти деньги, да. Просто исчезли с горизонта. Ищи священни. Вот, либо прийти и сказать, не знаем мы никаких денег, мы их не брали, да, типа того. Мы люди честные, да. Тед, пожалуйста. Тед, Шуша, да? Шуша, да. Прошу. Прошу. Хватит, хватит, пока. Нет, это вы уже... Хорошо, как это Это значение кто Который вышел Нет, ЕМАЦЕ Найдется, будет найдено ЛЕМЦО Находить Здесь это ЕМАЦЕ То есть ЕМАЦЕ будет найдено И то с ним Который будет Из рабов твоих Как это Умрет И так же мы Нехие Будем Господину Рабами Да, да, да Мы будем рабами Господину моему Да, вот так Они настолько уверены, что Никто этих пубок не взял Что Но Даже вот Заявляют Такие вещи Да Хотя нам известно Как вот Обжегся Яков Сказав Значит Не знав Про Терафим Который спрятал Чуть-чуть раньше Спасибо Что все правильно Юд Марина 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 с нами Это Ну очевидно Это управляющий Который был послан За ними Да Сказал Сейчас Ну как вы сказали Так и будет Да Тот Кто У кого Найдут Найдется Тот будет Мне Рабом Да А вы А вы будете Чистыми Чистыми Да, совершенно верно Спасибо, Марина Это все правильно Так Юд Алев Это вы уже Слово Да Так Юд Алев Ва Им Агару Ва Йориду Иш Эт Ам Тах Ато Арца Ва Иш Ам Тах Ато И поспешили И спустили Каждый человек Суму Его На землю И Открыли Каждый человек Суму Суму Его Вот так Так Анна Юд Так Вэйхапэс Бэгадоль Гэхэль Увэкартан Кила Вэймца Агавя Бэ Амтахат Беньямин И Обыскал Их Обыскал Этот человек И Начиная Бэгадоль От большого Начав И младшим Закончив И Нашел Кубок В сумке Беньямина Да Увы Это так Спасибо Так Юд Гимел Людмила Людмила Икры Семь 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 Лотан Ва Ямон, Иш, А, Ва Ямоз, Иш, Аль, Хамору, Ва, Ва Яшову, Ва Яшову, Хайра. А, Ира. Да. Это, помните? Это разорвать. Да, разорвали симлотам, их платье буквально. Платье и... Да, в знак Траура. Здесь это нагрузили, навьючили. Человек. А каждый на его осла вернулись в город. Да, верно. Все то, что они спустили в свои сумки, чтобы их обыскали, они обратно все положили и поехали вместе с этим управляющим. Да, да. Да, на безвинных ослов. Совершенно верно. Так. И удалят Шуша. Шуша, да. Шуша вперед. Так. Пришли? Нет. И пришел, наверное. И пришел Ихуда, и братья его в дом Йосефа, и он. Так. Что такое? Вот. Ну, как это? Од. Все еще. И все? И до сих пор он там? Да, да, да. Ва Яплу, Нафаль, да. Это падать? Да, и упали. Перед лицом в него. Перца. Это вот я не знаю совсем. Арыц, Арыц. На землю. А, просто упалиниц на землю. Упалиниц, совершенно верно. Естественно, почему не Адама? Ну, такое выражение. Ну, такое выражение. Да, упалиниц на землю. Мы там сколько, сколько вот мы встречали. Землю и Марца. Да, и стоявшиеся выражения. По вашему вопросу, Людмила, что такое хас. Хас это и еще есть выражение жалеть кого-то, и хас это еще и скрывать, полагаться на кого-то. Вот в Таилим, допустим, часто встречается, что там Господь мое убежище, я на него полагаюсь. Я просто на вскидку нашла. Так что, читайте Таилим в оригинале, и много чего интересного найдете. Ну, просто вот это выражение, оно как бы не очень составляющего части получается. Да, хас Алим? Смилуйся и не дай бог, как-то, наверное, может быть и так. Ну, убереги, хас это ведь убежище, убереги, убереги, ну и так. А, спаси, да, спаси всем. Ну, единственное, может быть, надо посмотреть, может быть, здесь что-то аналогичное арабское. Ну, не знаю, я прямо вот пока что нет. Анна, а в каком псалме? Ну, вот я открыла, сейчас скажу, 18-й такой самый. Я, может быть, сфотографирую его. 18-й, очень длинный, да. Ну, я в самом деле нашла. Ну, я читала и не обращала внимания просто. Нет, нет. Так, Марина, теперь у нас Марина сейчас дает. И сказал им, Йосиф, что это за дела вы сделали? И разве вы не знали, что догадается, да, угадает? Да, да, да. Гаданием узнает. Гаданием узнает. Ну, человек, как такой, как я. Подобный мне, как я, да. Вот так. Да, совершенно верно. Спасибо, Марина, все правильно. Так, Тензайн слово мой, да? Айомир Йуда. Ману мар ладуни. Манадабер уманит стадак. Так, что-то у меня тут поменялось. Извините. Сейчас, одну минутку. Так, так, так. Так, я перевожу Тет Вав. И сказал, не-не-не, извините, это Тензайн, конечно. И сказал Йуда. Что скажем мы, это будущее время, вносное число, да? Господину моему. Что мы будем говорить и чем мы оправдаемся? Легит стадек, быть оправданным. Это Ниф Аль, то есть как, да, Ниф Аль, в котором... Нет, Ит Паэль. Нет, нет, это Гит Паэль, конечно. Это Гит Паэль, конечно. Это будущее время, вносное число, да? В котором происходит инфикс, и Тет Тав заменяется на Тет. Очень редко оно такое бывает, так? Итак, Всевышний нашел вину, вот это слово читается именно так, а он, рабов твоих, вот мы, рабы, господину моему, так же и мы, так же и тот, в руке которого найден кубок. То есть, имеется в виду бинь-дям-бинь. И вот Юцзайн, последняя фраза на сегодня, заканчивает Анна. Так, Вайонер Халила Ли, Халила Ли, Ме Асот Зот, Аиш Ашев Немца Агаве, Ве Ядоху Ие Ли Авет, Ве Утем Алу Лешалом Эль Авихем. И сказал, ну, как бы, не дай бог... Я сейчас посмотрела, кстати, все-таки Халила это арабский, действительно, из арабского языка позаимствовала, на коренное слово. Я сейчас, правда, не видела еще, что это означает. Халила, то есть, недостойно меня сделать подобное. Человек, у которого нашелся вот кубок в руках его, он останется у меня рабом. А вы, ну, буквально подниметесь благополучно в мир с миром к отцу вашему. Да, да, вот так. Вот этим заканчивается недельный раздел Микец. И следующий раздел, который называется Вайгаш, да, начинается с речи Игуды, обращенной вот к правителю Египта, за которого он принимает Иосифа. Спасибо, Анна. Ну, что же, я рад поздравить вас. Песенку до конца дочитаем. Давайте сделаем так. Давайте я сейчас сделаю, если у меня получится, переключу демонстрацию экрана. Вот, нет, у меня не получится, к сожалению. Значит, прошу тогда, что сделать? Может быть, поставить файл на экран? Да нет, наверное, так. Наверное, просто сейчас я поменяю, но, скорее всего, у вас на экране уже ничего не изменится. Сейчас я открою для себя. Ну, вы закройте эту демонстрацию, откройте заново. Да, в том-то и дело. Я сделал не демонстрацию экрана, а демонстрацию конкретно этого файла. Вот сейчас ничего не изменилось. Нет. Нет. Ну, хорошо, я без голоса, так что петь я вам не буду. Мы разобрали сначала первые два куплета, потом последние два куплета. Сейчас разберем средние два куплета. Итак, двир кодышо эви ани. Бегам шам лом шакаты ти. Двир – это, наверное, отсюда слово дверь. Но это имеется в виду, скорее, двор. В двор помещения святости твоей ты привел меня, то есть в храм. Бегам шам. И даже там не было мне покоя шакаты. Ува ногес вегаланы. И пришел ногес – это притеснитель. Сейчас я посмотрю. Да, угнетатель – притеснитель. Иглани – это тот же корень, что гала, галут. Гола. И изгнал меня ки зарим авадати. Потому что я служил чужим. То есть авадазара. Ве яин рааль масахти. И вино рааль – это яд, отравленное. Яин несах лимсох, басах – наливать, смешивать, подливать. И отравленное вино я наливал. Ким ад ше аварти. Покуда не перешел я, имеется в виду, покуда почти лишился я жизни. Так? Кец бавель, зерубавель, лекец шив им, но ша апти. Кец бавель – наступил конец Вавилону. Зерубавель – это правитель, который пришел. Лекец шив им – к концу 70-ти. 70-ти лет между храмами. Но ша ти – это от слова легощия – спасать. Был я спасен. Так, еще раз перевод подряд. Я зачитаю вам перевод не дословный теперь, а художественный. Свой священный храм ты привел меня, но и там не было мне покоя. Пришел притеснитель и изгнал меня, так как я служил чужим божествам. Отравленное вино я возливал на жертвенник и едва не лишился жизни. Но наступил конец Вавилону, пришел Зерубавель, и к концу 70-ти лет я был избавлен. И четвертый куплет. Керот комат берош бикеш агаги бен хемдата. Керот лекрот – от слова карет, да, срубить, отрубить. Комат имеется в виду как кумаэтаж или комамиют. С высоко поднятой головой, высокий. Слово берош – это название дерева, кипарис. Бикеш потребовал в данном случае, а не попросил. Велел. Кто? Агагиянин, потомок Агага, сын хамдата. Мы знаем, что это имеется в виду, конечно, Аман. Аман – сын хамдаты. В них гитало ле пах у ле мокеш. И стало это ему западней. Слово пах – это не пах ашемен, потому что тот писатель через хав. Слово пах в настоящее время – это урна, это мусорный ящик. Происходит от слова «жесть». «Жесть» – как пахит, жестяная банка, допустим, колы. Потому что раньше и мусорная урна в доме, и мусоросборник на улице изготовлялись из жести, сейчас из пластика. И стало это ему… И мокеш – это, конечно же, западня. «Ве гаавато нишбата». Гаава – это гордыня. Нишбата – да. Ле гашбит – это истреблять. Была сокрушена его гордыня. «Рожь емени» – ни сета. Голову, что такое емени. Правый – это потомок Беньямина, имеется в виду. Конечно, Мартыхай, который был с коленом Беньямина. Ни сета – возвысил, поднял ты. Ве оев шмо махита. А враг – его имя стертый. Ров банав да киньянав а-аец талита. Многочисленных сыновей его. И вот здесь не следует понимать киньян как купленное имущество. Потому что было бы странно, что а-аец талита на дерево ты повесил. Ну, представляете, такую рождественскую елку, на которой вместо игрушек висят разные там вещи из имущества амана. Имеется в виду киньянав – это слуги, купленные им. Соответственно, его компатриоты. На дереве повесил ты. Ну, и последние куплеты мы в прошлый раз разбирали. Заканчиваются они совершенно замечательно. Верни нам семерых пастырей. Вот теперь куплет четвертый. Художественный перевод. Срубитель высокий кипарис повелел сын Андаты, потомок Агага, но это стало ему западней, и его гордыня была сокрушена. Ты возвысил человека из рода Бегамина, а его врага уничтожил. Его многочисленных сыновей и его настояние ты повесил на дереве. Вот такой данный мне перевод. Ну, дай Бог нам последний день Хануки прожить весело и счастливо. Вот, всем здоровья, мне в том числе. Да, здоровья. И в эфире. Всем спасибо за внимание. Теперь я должен закончить запись. Да, правильно? Простите, а у нас на следующей неделе будет в 7 или в 7.30? Как? Я немного путаюсь. Вот так. Мы сегодня во сколько начали? В 7.30? Да, в 7.30? Да, да, да. Как обычно, да? Да, да, да. Сегодня мы короче урок делаем, потому что я просто больше не выдержу. И как раз у нас материал сегодня маленький. А все, спасибо. Такое совпадение – это Нес Гадоль Ая О. Так, всего наилучшего вам. Счастливо. Спасибо. И будем надеяться на еще одно чудо, что завтра я уже встал с нормальным голосом. Рефаш, Лима. Счастливо. Спасибо, благодарю. Так. Запись вы хотели напомнить. Да, да, да. Верно. Останавливай запись. Так. Так. Так.